Селфи у китайской стены или у статуи Иисуса Христа в Рио. Сделать такие фото без множества туристов за спиной – задача практически нереальная. Но инстаграм-брикстеров может служить путеводителем по красивейшим местам, где толпы туристов пока нет, но пейзажи там буквально дуб захватывают. Вы видели разноцветные скалы? Добро пожаловать в песчаные дюны Донся, искрящиеся практически всеми цветами радуги. Китайский национальный геопарк – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находится в 30 километрах от города Джэнье. Миллионы лет назад здесь были озера, потом вода высохла, обнажив горные породы, а ветер, дождь и время создали настоящее чудо природы. Специально для туристов геопарк оборудован лестницами, смотровыми площадками и парковками, а лучшее время для посещения – с июня по сентябрь. В Индии есть место, где можно укрыться от глобализации и забыть о политике. Это Ауравиль – город мира. Находится он в штате Томилнат. Там нет огромных бизнес-центров, а по улицам не ездят рокочущие машины. Город заложили еще в 60-х, и по задумке он должен был стать международным сообществом людей, живущих вне политики и религии. Сейчас там проживают более двух тысяч человек из 45 стран. Центром города и главной достопримечательностью является матримандир – золотой шар, словно вырывающийся с поверхности земли. А политичные ауровильцы перед ним медитируют и занимаются йогой. А если есть желание почувствовать себя большим человеком, то вам на другой материк – в Бразилию, где тоже есть необычный городок. Прославился он своим крошечным размером. Парк миниатюр находится в штате Рио-Гранди-ду-Сул. Там есть аэропорт, мосты, множество соборов и даже действующая железная дорога. В общей сложности – 2500 фигур людей, 100 фигурок животных и почти две тысячи миниатюрных деревьев. Кстати, увидеть нашу страну в миниатюре тоже возможно. В музее Гранд Макет Россия потрогать экспонаты увы не получится, зато в кадр они точно попадут, ну, в смысле поместятся. И надо сказать, что по красоте и достоверности исполнения отечественной мини-ландшафты ничем не уступают бразильской карликовой урбанистике. А если вы добрались до ЮАР и вашим подписчикам уже надоело смотреть на фотографии с пляжа Золотая миля. За крутым селфи можно отправиться в экстремальное местечко – пещера Канго. Комплекс гротов на территории западной Капской провинции. Протяженность пещер – 5 километров. И чтобы в них попасть, придется спуститься под землю на глубину 50 метров. Будьте оригинальными, ищите новые маршруты. Инстаграм Брикстеров просматривала Светлана Еловнарова.